всем здарова смотрите какая она красивая вся в подтеках что тут с ней произошло делал начал делать точнее делал уже начал делать два дня эту крышу она теперь какая где тут была ржавчина не видно ничего не слышно будем короче крышку растет вообще ну а чё но смысл какой мне тут был вот такой вот вот такой блин с 10 монетную или 5 монету к монету короче такая блямба ржавая с оторванной краской вот ну чё как я в переход куда мне перехода то вот тут туда сюда и сюда переход что делать я потом запарюсь плюс к тому же у меня краска как бы ну немножко другая по оттенку то есть так посмотрите фиолетовая да сейчас покажу какая у меня краска получилась так что решил сделать всю крышу почему решил всю крышу сделать еще потому что вот здесь у меня клиент просил я покажу посмотреть вот с этой вот хернёю идет вот такая вот херня подумана вот такая вот тут такой вот переход и на видно его не видно вот он короче здесь наверное вам его не видно короче она вот такая яркая пошла была вот такая вот стала вот такая вот вот потом вот такие вот моменты начинаются что и такое почему она такая вмятая во внутрь вот и она плавно переходит опять в родной цвет но это как бы с одной стороны кстати ребят вы бойтесь вот таких штучек это вот кусочки блин лака вместе с базой они блин если прилипают они блин их хер отберешь с одной стороны как бы она вот видите изнутри все идет тут под молдинг заходит как тут были что вот этот молдинг снять его нужно где тут было видно короче вот он как крепится на эти самые на заклепки чтобы надо высверлить все я не знаю пока будем этот вопрос решать здесь яма такая блин великое марианская впадина вот такая же впадина с той стороны есть но правда вот на этом месте так что показ крыши пауза ну точнее с листом крыши как бы определенно но тут она нормальная то есть тут ничего нет все четко ну ладно а теперь о приятном точнее чуть попозже о приятном сейчас сначала посмотрим на наши красивые бампера вот они вот грунтованные лежат сохнут теперь о приятном машина покрашена покрашена и вот эта красота это следы замываний я так сказать для себя поставил цель сделать красивую шагрень то есть ее не полностью убивать заставить ее имитации заводской шагрень ок очень аккуратно работал аккуратно красил старался все чтобы чистенько получилось то что получилось давайте посмотрим что получилось эта сторона полностью у нас готова вот видно да там все прям она такая прям сочная 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 я не знаю конечно сейчас вот если вот так посмотреть сейчас попытаюсь показать наверно лучше без без вспышки да на это смотреть ну вот как бы она вот вот она вся такая одинаковая красивенькая вот в любое место посмотри непонятно непонятно не видно в общем вот на крыле например да так же на передней двери да такая красивенькая на ручке тут вообще чётенько так все ну вот я не знаю как показать вот она просто просто офигенская тут не видно тут не очень так сейчас видно хорошо просто на сказочное просто шагреничка как надо машиночка блестит передняя крылышка ах ах какая она марка ах что ты делаешь со мной какая она красивая в общем вот она такая с этой стороны сейчас трудно показать потому что она плотно стоит к стене все она полностью отполирована блин пыли на нее уже налетела всякой всякие размазни тут на ней она отполирована все красивая эта сторона закончена ты и осталось молдинге собрать там туда-сюда и по другой стороне самая интересная по другой стороне будет прям туда прям так вот прям слепит меня так здесь немножечко более она доработана я не знаю как показать видно не видно не знаю в общем короче она точно такая же просто она здесь место было проблемное эти крылья они задние проблемные если кто смотрит знает они в принципе леплены вот лампы ловите да на свет и особенно вот эту лампу такая корочка апельсиновая такая чуть-чуть размытая в общем вот так вот получается прям да так прям а вот так вот оно выглядело когда было до замытости точнее до полировки в замытом состоянии и если присмотреться я не знаю будет видно вам в замытом состоянии также шагрин читается так что полировка она ничего не меняет вот она просто делает красиво красиво смотрю я тут ребят как все правильно как трезачком работать смотрю 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 витали автокара маляриуса смотрю всем ребят привет просто я у вас учусь работать смотрю не первый год вас у вас просто блин супер супер вот вот у кого все четко доступно объясняете все красиво вот реальные условия такие как бы да гаражные условия вот ну и вот сейчас вот мне надо подбить осталось вот это вот это вот это вот здесь вот хорошо видна шагрин дверь приоткрыта и она вот какая смотри ух какая она ух какая ты какая ты прекрасно конечно крыло лепленое себя выдает если честно ну как бы дурак не увидит да умный промолчит вот что еще да все капот также у нас пройден там багажник тоже в общем основные сейчас задачи нам остались это покрасить крышу собрать стекла поставить рамку вот сюда вот в общем вот какие то такие у нас пироги осталось из покрасок у нас реснички два бампера два зеркала и лючок и будет завершено процесс покраски будет завершен не знаю вот так вот можно еще раз посмотреть с этой стороны прям ух да блестит там круто вообще не сейчас тоже так будет блестеть просто пока что это вот горизонты да и на них будет все налипать я пока раньше времени с ними не стараюсь не заморачиваться сейчас я может попытаюсь свет включить здесь какие-то неровности на двери так вот короче задал себе цель сохранить шагрень потому что любое любое самую любую шагрень можно заточить ее не будет но это будет не очень красиво мне нравится когда вот она есть в общем так вот она выглядит блин ну не передает конечно глазом я вижу а вот глазом я вижу вот эти лампы они глазом вот эти которые здесь светят они такими полосочками просто полосочками и вот полосочки выдают шагрень а на камеру оно прям ну вот они как бы практически слились все вместе ну это вот камера у меня такая может быть вот так вот видите бомбический бомбический вот так вот все красиво все так вот так вот еще попробуем посмотреть ах какая она блестящая какая красивая это кстати ммм как же цвет называется сейчас скажу точным быть научным эта красота называется 499 ривьера это моби хелл или моби хелл моби хелл в принципе в принципе довольно таки укрывистая прям раз два два слоя уже дал она уже прям в цвете так такая красивая сейчас дополирую в следующем видео будем уже собирать ее точнее она будет уже собрана ну конечно она такая честно целлюлитиком от нее попахивает такая не идеал ну как бы чтобы она была идеал по хорошему надо было наверное протянуть всю шпаклевочкой хотя бы жиденькой и заточить в общем такая вот аудейка получилось полируем дальше что